Когда в начале 90-х и 90-х, после крутосветного путешествия, я пытался со своими песнями выйти на народ, на телеканалы, мне вот эти суки, проститутки, музыкальные редакторы, говорили, ой, мы такое не понимаем, я поэт, сука. А она мне говорила, помню, музыкальной редакции, ну, вот эта программа А, говорит, езжайте за рубеж, вас там поймут, вот эти вот проститутка, ты меня, наверное, сейчас смотришь, живая. Много их было там тварей, Нина Соловьянская такая, мрази, конченые мрази, как же вас забыть, сук. Вы, твари, вот эти музыкальные телередакторши, они не пустили столько народу, погибли поэты из Смоленских, Свердловских рок-клубов. Ну, ну, твари, твари, неизвестные люди так и остались поэты, настоящие поэты. И на меня эта сука, ну, где вот этот Троицкий Артемий, козел этот, двухличный, работал в музыкальной редакции. И вот его там редакторши, которые ему писали сценарии, твари, говорит, езжайте за рубеж, вас тут не понимают, пророк Самбой. Вас тут не поймут, пророк Самбой, езжайте за рубеж, выступайте в Англии, выступайте в Праге. Вот я и поехал, почему в это кругосветное путешествие на велосипеде, на миг превратившись из поэта-певца, молодого спортсмена. Из-за этих сук. Да, вот такая тварь, плюнуть им в харю, морду разбить. Прокляты они, твари. Ведь народ по-другому бы, совсем божилости, доходила поэзия с верховных сфер божественных, что поэты являются как проводниками, доходила через телеканалы прямо на народ. Люди интеллектуально развивались, а эти падлы не давали людям развиваться, вот эти музыкальные редакторши. Суки, суки конченые.